Рудольф Дизель. Немецкий инженер и изобретатель в проекте «Фамильные истории» на телеканале «Автоплюс». Со смертью Рудольфа Дизеля связано едва ли не больше слухов, чем с его жизнью. Точно известно лишь то, что однажды Дизель отправился в Англию, но так туда и не добрался, бесследно пропав с корабля. Дизель. Накануне за ужином у Дизеля было прекрасное настроение. В 10 вечера он ушел к себе, а на рассвете следующего дня Стюарт, который разносил чай, заметил отсутствие изобретателя. Кровать в каюте номер 18 была нетронута, ночная рубашка аккуратно сложена. Здесь же его любимые большие золотые часы, а под подушкой портфель с деньгами. Самого же хозяина нигде не было. Спустя две недели бельгийские рыбаки выловили останки человека срезанной раной на затылке. По предметам из карманов и по кольцам с рук покойного сын Рудольфа Дизеля опознал своего отца. А дальше сплошные догадки. Несчастный случай. Изобретатель случайно упал в море с палубы. Самоубийство. Поговаривают, что Дизель был на грани банкротства. И даже теория заговора. В конце Первой мировой войны один немецкий военнопленный заявил, что Дизеля сбросили за борт по заданию немецкой разведки, чтобы не допустить сделки с англичанами. Точно можно сказать только одно. В некоторой степени Рудольф Дизель был еще и пророком, так как за несколько дней до таинственных событий он написал «Я абсолютно убежден, что вскоре будет изготовлен автомобильный двигатель, работающий на сырой нефти». Так и произошло. Однако этого Рудольф Дизель уже не увидел. Рудольф Дизель Рудольф Дизель